Вот, попробуем делать. Торжественное открытие берегла, не пользовалась всю неделю. Сейчас кисточки вот эти пока уберем. С ними удобно путешествовать, но каждый день я не стала бы ими пользоваться для получения лучшего результата, лучше хорошей кисточки. Так вот, что у нас здесь я сейчас попробовала посмотреть, воспроизвести. Очень трудно понять, что она там делает, потому что я ведь не показывала камерой, что она делает. Я просто показывала, периодически подносила телефон и что там получалось у нас. Так вот, насколько я поняла, с самого начала она брала темную, темный цвет. И не помню, этот или этот. По-моему, вот это сначала. Вот, и делается внутри темным. Я никогда, помню, я говорила вам, что я никогда не думала, что темным можно внутри делать. Можно, конечно, здесь интенсифицировать, как бы, кому хочется побольше. Вот, но, по-моему, было как-то так. Коршуны у нас летают. У нас очень красивый лес здесь рядом, где мы живем. И у нас живут коршуны, редкайтс, вот эти, которые как бы исчезают, считается, что... Вот, в общем, вот здесь у нас уже нанесена основа, да, и... Да, база и основа. То есть два разных. Вот, вовнутрь. Я помню, что меня это удивило, что можно темное вовнутрь. Вот, насколько я помню, дело было так. То есть вот эта выпуклая часть, сама выпуклая часть века остается светлой. Потом, насколько я помню, она добавляла светлого. И это было примерно так. Вот такой потолще кисточкой. В светлую. Вот на эту часть. Хорошие такие тени. Вы знаете, они такие приятные. Они вот не какой-то, как вот бешеный перламутр, а вот там какое-то есть, как свечение. Какое хорошее всё-таки качество у них. Вот. Теперь это вот первая как бы основа. Интересно. То есть тёмное. И вот тут то, что мы всегда всю жизнь привыкли высветлять. Видите, что делается? Теперь наиборо всё. Помню, она немножечко добавила вот такого тёмного. Вот я беру тёмный самый цвет. Вот этот тёмно-серый. И немножко вот здесь добавила она вот этой темноты. Такой. То есть это, конечно, мы помним, что это вечерний макияж. На работу-то, конечно, не придёт с головы идти. Вот это вечерний, или на выход куда-то там, или к гости пришли. Вот что-то такое. А я оставлю сегодня, у нас гости приходят. Стол обмывать. Дальше идёт, насколько я помню, у нас было нижнее веко. Сейчас я возьму светлую кисточку. Вот такую вот маленькую. Видите? Для нижнего. Вот так. Попробую тут серединки, для чего-то она их тоже. Ага, поняла разницу. Значит, вот эта более такая серебряная, а эта более матовая. Хотя она всё равно Шима считается. То есть она более какая-то такая спокойная, она не такая блестящая. Так. Странно. Вообще всё очень странно мне это. Потому что это для меня новая, и я так не крашусь. Попробуем теперь тёмная. Вот эту беру тёмную. Всё очень мягким таким подводится. Здесь уже карандаш вообще не используется. Но, насколько вы помните, если вы смотрели, она использовала жидкую подводку. Так, что ещё здесь? По-моему, вот так оно и было. Я здесь заметила. Значит, она делает как бы в перемешку вот здесь немножко тёмного, мягкого. Добавляется прямо под корешки ресниц. И к центру глаза высветляется это всё вот таким, как бы светло-серебряным. Глаза серебряного узера. Вот. Здесь я всё-таки добавлю. Мне нравится вот это вот мягкое, когда ещё тоже есть. Немножко. Вот. Особых стрелок здесь не надо, но оно как бы делает объём сразу. Видите? Вот. Ну или можно. Можно, наверное, как она сделала. Тонкой подводкой. Сейчас попробуем. Сеня как знал, что мне подарила на Новый год в прошлом году. Я редко подводкой пользуюсь вообще. Вот. Вот. Особенно я заметила, что она особо никуда не лезла. Дальше стрелки мне какие-то там эти не делала. Вот. А вот это мне нравится. Оксенька. Вот видите, здесь она особо сильно не меняла форму самого глаза. Ничего. Вот. Единственное, что я бы сделала. Я думаю, я бы добавила немножечко, немножечко вот такого серебряного здесь. Вот. Когда это всё сделано, я думаю, что не повредит сделать блендинг браш. Кисточка для растушевывания. Ну вот сама идея тёмного вот здесь и выделение вот этой светлой центральной части светлым, вот я думаю, в этом весь кайф и заключается. А мне нравится. Интересно. Вот. Теперь тушь и всё. Тушь и тушь и тушь и тушь. Тушь и тушь и тушь и тушь. В общем, попробуем. Посмотрим. Мне нравятся холодные тона. Мне нужно было сероватые такие. Я думаю, что здесь можно как бы это дело сделать, как у нас говорят, dial-up. Если использовать вот этот единый как бы сингл, вот этот номер 71, про который я делала отдельно ревью, он отлично для smoky eyes. То здесь можно сделать, допустим, более интенсивно, если то вот так вот просто вот этой же кисточкой. Здесь что хорошо? Он тёмный и он с такими, с блестяшками. Вот. Поэтому, если вы хотите, например, добавить более интенсивности побольше здесь вот в углу, то это будет, мне кажется, интересно очень. Вот видите, он сверкает. Он не блестит, как перламутр, а вот здесь есть какие-то как блёстки. И что ещё? Я часто так сделаю, кстати. Я просто использую вот такую вот маленькую кисточку, вот такой коротенькой, просто как или сверху карандаша, или подводки, или вместо. Ну вот и всё. Сейчас я хотела бы вам ещё одну вещь сказать. И я думаю, что я это сделаю в другом видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.